Тяга к воде и речным прогулкам на минувшей неделе была оправдана как никогда. В Москве снова жарко, и лишь воскресный дождь несколько понизил градус. В остальное время горожане, ставшие завсегдатами популярных египетских и турецких курортов, смело переходят на пляжный стиль одежды. Логика понятна. Если на берегах южных морей можно ходить в трусах и майках, чем Москва хуже? Не хуже, а лучше, считают законодатели моды, и пытаются воззвать к здравому смыслу и чувству меры. О моде, жаре и дресс-коде Екатерина Силаева. Едва столбик термометра поднимается выше 25, они оккупируют улицы Москвы, словно члены масонского братства, где тайный знак – шлепанцы, надетые поверх носков. Невероятное упорство их обладателей и полное презрение к понятию о стиле, иначе как массовым сговорам не объяснишь. Шорты ниже колена и носки дотянутые до середины икры, они смотрятся очень странно. Просто сандалии и до свидания, да, вот эти носки в данном случае неуместны, не стоит бояться натереть ноги, вам же не два года, в конце концов можно пластырь приобрести. Профессионалы моды бьют тревогу. Отпуск еще не наступил, а многие москвичи уже прибывают в своей внутренней Анталии. По крайней мере, в таком виде принято ходить на курорте. Прикрыли срам и ладно. Правда, многие и на это махнули рукой. Стают там в каких-то очередях, попивают пивко на лавочках. Я вообще не понимаю, почему это в принципе нормально. Я же не хожу в топлес по городу, потому что мне жарко, да. И я думаю, что если я выйду в топлес по городу, то, безусловно, будет более эстетичное зрелище, чем мужчины, которые ведут машину топлес вот со животами, с этими прибамбасами. Некоторых от того, чтобы обнажиться на публике, удерживает критический взгляд в зеркало. Лучший способ выглядеть более спортивно – надеть спортивный костюм. А что, все нормально. Но слово «нормально» – опасная штука. С одной стороны, каждый волен одеваться, как хочет. С другой – грань между просто, безвкусно и неприлично очень тонка, а летом и вовсе размывается. И если одни нарушают законы моды, другие и вовсе идут на преступления против человечества. Наши женские сотрудники иногда жалуются на мужчин, который норм гигиены не соблудается и так далее. И тогда вы, как руководитель, иногда тоже вам придется какие-то меры принимать, когда какой-то определенный человек может быть немножко по-другому пахнет, чем он должен пахнуть. В жару работникам офисов особенно тесно в рамках корпоративного дресс-кода. И руководители выступают в роли настоящих проповедников, прививая подчиненным правила хорошего тона. Что я вообще не разрешаю, это, например, для мужчин короткие брюки. Ну и желательно, конечно, чтобы женщины, когда они работают с нашими клиентами, не слишком откроют, не в слишком коротких юбках, не на очень высоких шпилях. К чести москвичек, в умении одеваться они оставили далеко позади своих спутников. Женщин, одетых со вкусом, на улицах в разы больше, чем мужчин. Они одеваются намного приличнее, чем мужчины. Мужчины на это, к сожалению, пока еще мало обращают внимания. Впрочем, стремясь выглядеть на миллион в любое время суток, легко перестараться. Вы такая нарядная, вы одеты даже в вечернюю. По-моему, в вечернюю? Да нет, это вообще для прогулки просто. Ну, просто люблю красиво одеваться, так нарядно. Девушки просто забывают о том, что существует спальня, существует улица. Существует ночной клуб и существует утренний поход на работу. И это все делается не в одной одежде. Ну, а сильной половине стилисты рекомендуют сменить шорты плавки на легкие парусиновые брюки, резиновые шлепанцы на мокосины или сандалии. А вместо растянутой майки-алкоголички надеть рубашку пола. Они сегодня в моде. И главное, следить, чтобы чувство меры не растаяло, как мороженое под жарким московским солнцем. Екатерина Силаева, Евгений Рыбин, Александр Терентьев, Кирилл Попов и Вероника Ермолова, ТВ-Центр.